И прямо сейчас в прямом эфире мы свяжемся с Ларисой Колчановой, майором полиции, криминальным журналистом. Она подготовила подробную статью, в которой описала подробности преступления. Лариса, здравствуйте. Добрый вечер, рада вас слышать. В вашей практике как журналиста, так и полицейского было немало подобных случаев. Почему, как вы признались, вас зацепил именно этот? В этой ситуации потерпевший ребенок. Маленькая девочка, хрупкая, худенькая, беззащитная. Ей всего было 7 лет, когда взрослый дяденька пристал. Скорее всего, она не понимала, что с ней происходит. И проживала долгое время со своей бедой, не знала, с кем поделиться. С матерью не было контакта, абсолютно никакого. И ребенок, взрослый человек хотя бы понимает, что нужно делать. И взрослый человек понимает, что это изнасилование. Девочка в этом случае увидела жест и смогла так и рассказать о своей беде. А как еще можно сообщить о своем несчастье? Хорошо, что во времена пандемии придумали этот жест. Из тикток он называется «Жест, разгибающаяся ладонь в кулак». Жест, означающий призыв к помощи. И, в общем-то, женщины, используя этот жест, также призывали на помощь к себе людей. И, в общем-то, выявлялись преступления. Женщинам помогали. А в этом случае ребенок молодец, что она поняла, что можно таким образом привлечь внимание к себе. У всех деток есть подружки. Можно рассказать подружке по секрету. По секрету будет известно всему свету, как правило. И, в любом случае, информация дойдет до взрослых людей. И, опять же, были такие случаи, когда девочка рассказала о том, что к ней пристает дяденька своей подружки. Подружка маме мама рассказала в полицию и в полиции. И, соответственно, помню, тоже возбудили уголовное дело. И человек был привлечен к уголовной ответственности. Да, вы правы. В подобной ситуации не стоит молчать. Важно вовремя с кем-то поделиться. А какова статистика преступлений в этой сфере за последнее время? Вообще, в целом, я думаю, что дети стали более начитанные, продвинутые. Они смотрят интернет, они понимают уже, что это такое. Опять же, я удивляюсь, что санкции по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, значительно ужесточились, но меньше преступлений становится. Что ж, Лариса, спасибо вам за информацию. А я напоминаю, сегодня с нами в прямой эфир вышла Лариса Колчанова, майор полиции и криминальный обозреватель.